Рад приветствовать на канале Коинпост. Вот прямо сейчас у меня на графике биткоин снова пошел вниз. Очень рассчитываю, что быки вернут его обратно выше 40 тысяч долларов в ближайшие часы. Но даже если у них этого не выйдет, в долгосрочной перспективе я не собираюсь отказываться от криптовалют. Почему это именно так, отлично объяснил глава Майкростратеджи Майкл Сейлор, интервью с которым мы сегодня разберем. Это обязательно нужно услышать. Также сегодня расскажу про Шибаину. Монета не только показала рост на листинге на Coinbase Pro, но как бы странно это не звучало. Возможно это еще не все и у проекта, что начался как клон Доги Коин, может быть собственное будущее. И важная информация для всех держателей XRP. Сегодня снова вспоминаю про эту криптовалюту, потому что суд все больше становится на сторону Ripple. Если еще не поставили лайк, то я напоминаю о важности вашей поддержки лично для меня и всей моей команды, что работает над роликами. Мы начинаем. Илон Маск пока не твитит про Доги Коин и популярность криптовалют клонов сходит на нет. Но это не касается Шибаину, которая на новости о листинге на Coinbase Pro сделала в моменте плюс 40%. Результат очень хороший. К примеру, Polkadot на аналогичном событии показал результат в два раза хуже, о чем вчера писал на канале. Сейчас можно увидеть в конце графика красную свечу, но это закономерный откат после такого роста. Сейчас же я хочу отметить, что монета начала рост 12 июня и даже с учетом коррекции прибавила 54%. Чем это можно объяснить? Я все еще отношусь к Шибаину, как к спекулятивному токену с большим риском. И то, что я скажу далее, ни в коем случае не финансовая рекомендация. Но это сигнал. Или правильнее сказать намек на то, что проект может удивить в будущем, и вот почему. Стоит похвалить разработчиков, ведь они никуда не исчезли и сейчас занимаются строительством комьюнити, которая называет себя армией Шиба. Вероятно, по аналогии с армией XRP. Вот что у них получилось. 190 тысяч подписчиков в Телеграм, 626 тысяч последователей в Твиттер. Это не один аккаунт из тех, что являются по сути двигателями этой криптовалюты. Также есть 174 тысячи участников на Reddit, и добрались они даже до Discord, где уже собрали 60 тысяч пользователей. Это хорошие цифры, которые показывают активную работу по развитию сообщества. Но самое интересное, что идея собственной децентрализованной биржи Шиба Своб продолжает развиваться. Они показали, как будет выглядеть биржа после запуска. Смотрите, на самом деле, после вот этого пампа в начале мая, во время добавления торгов на Binance, разработчики вполне могли уйти в закат полностью, довольны заработанными деньгами. Собственно, для этого и создают криптовалюты-клоны. Но конкретно эти парни начали строить сообщество и собственный продукт. Сложно сказать, что из этого выйдет в будущем. На рынке тех же Dex бирж сейчас высокая конкуренция. Но то, что они двигаются, заслуживают похвалы и является важным фактором. В том числе для будущей цены. Напишите в комментариях, знали ли вы о том, что сейчас происходит с Шиба-Ину. Теперь его знают все в крипто-сообществе. Майкл Сейлор – глава компании MicroStrategy, которая первая начала активные покупки биткоина и занимает по этому показателю первое место среди публичных компаний. Он, наверное, один из самых ярых сторонников биткоина. Вот, к примеру, его недавнее высказывание. Лучше иметь биткоин и не нуждаться в нем, чем нуждаться, но не иметь его. Вряд ли удастся сказать лучше. Но давайте все-таки послушаем, каким он видит будущее криптовалют. Собирается ли покупать другие монеты? И как инвестиции в биткоин повлияли на основной бизнес MicroStrategy? Компания MicroStrategy занималась ранее разработкой аналитического программного обеспечения для бизнеса. И сейчас продолжает это делать. На сегодня инвестиции в биткоин являются таким же важным стратегическим направлением, как и основной вид бизнеса. О чем рассказал Майкл Сейлор в интервью CNBC. Что интересно, в результате инвестиций в биткоин общий бренд компании стал в 100 раз сильнее, а последний отчетный квартал оказался лучшим по продажам их программ за последние 10 лет. Майкл Сейлор признает, что MicroStrategy сейчас рассматривается инвесторами как аналог некоего биткоин-этф и считает это вполне нормальным. MicroStrategy стала первой компанией, которая привлекла инвестиции под покупку биткоина и сейчас они будут использовать полученные преимущества. Так они могут переводить заработанные средства в инвестиции в криптовалюты и по необходимости привлекать еще больше заемных средств. Кстати, интересный факт. ФРС США уже купила частичку биткоина, хоть и маленькую. Ведь они являются держателями облигаций MicroStrategy. Об этом писал в Телеграм. Там еще больше важной информации. Ссылка на канал сразу под видео. И специально для наших подписчиков Телеграм сегодня будем разбирать рост монеты AMP, что сделало за неделю почти 100%. Присоединяйтесь к нашему Телеграм, если еще этого не сделали. Возвращаюсь к Майклу Сейлору в его понимании. Биткоин – это самая крупная и доминирующая сеть цифровой собственности. Думайте об этом, как о гигантских кварталах в киберпространстве на Манхэттене. Затем у вас есть цифровая валюта, как тезеры и стейблкоины. Они будут подобны национальным криптовалютам. Также вы имеете цифровые приложения, такие как эфириум. По его мнению, различным криптовалютам есть место на рынке. То есть он неубежденный до мозга костей биткоин-максималист. Он верит в альткоины и считает, что со временем эфириумы похожие проекты смогут оставить без работы JP Morgan и другие банки, а также традиционные биржи. Правда, при таких взглядах пока MicroStrategy не собирается инвестировать в другие криптовалюты, кроме биткоина. Прав он или нет в этом плане? Может, пора бы уже и закупиться альткоинами. И как вам вообще заявление Майкла Сейлора? Напишите в комментариях. А я перехожу к последним новостям по XRP. Вчера в рамках подборки интересных криптовалют для покупки в этом месяце рассказывал, что СЕК добились отстрочки на 60 дней в деле против Ripple. Но это не все новости. Среди них есть как хорошие, так и не очень для XRP. Из хорошего, что смело можно отнести к победам, это новость про судебный запрет на раскрытие информации о последних транзакциях Ripple с XRP, что были проведены после начала судебного разбирательства. Как отметила судья Сара Недборн, защита Ripple строится на том, что СЕК не может доказать обоснованность выдвинутых обвинений. Следовательно, действия ответчика никоим образом не влияют на процесс. Чтобы вы понимали, СЕК оказалась в ловушке и пока не может доказать того, что у них были основания для подачи иска. Такая новость, казалось бы, должна была взорвать цену, но этого не произошло. Мы видим, что пока XRP находится в нисходящем тренде, если биткоин не поддержит весь рынок ростом, цены могут упасть еще ниже. Объяснить это я могу лишь тем, что самые убежденные сторонники XRP уже купили все, что хотели. А последние действия Ripple оказались неэффективными с точки зрения привлечения новых пользователей и инвесторов. Компании уже проговорили, что чем дольше тянется суд, тем хуже для их бизнеса на территории США. Дополнительно Ripple получили разрешение запросить данные с 16 криптовалютных бирж вне юрисдикции США, чтобы показать, что они не могли нарушить американских законов, ведь действовали там, где они не применяются. Но взамен у СЕК появилось право взять показания у бывших сотрудников компании. При этом часть из них останется закрытыми для общественности, чтобы не повредить бизнесу Ripple. Мы все еще остаемся в подвешенном состоянии по текущему циклу роста. Но как вы могли понять, с долгосрочной перспективой у биткоина и у других криптовалют все в полном порядке. Это игра в долгу и лучше идти по этой дороге вместе. Присоединяйтесь к нашему сообществу на YouTube и напоминаю, что вечером будем разбирать новую растущую криптовалюту. Ссылка сразу под видео. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и будь в плюсе. Подписывайся и будь в плюсе.